Я не могу говорить слово «праздничное» с унылым тонком. Если я буду что-то перебарщивать, улыбнитесь, дайте знать, что я могу побегать на пасы. Я поздравляю вас с этим великим праздником. Как вы видите, Иисус воскрес! Христос воскрес! Боисим воскрес! Аминь, аминь и аминь! Истинно так! Аллилуйя! Это великий праздник. И дорогие, еще раз я вас поздравляю с ним, с этим великим, чудным, светлым, радостным, триумфальным праздником Пасхи. И Слово Божие всегда, народ Божий, когда ожидал путешествия, они пели в этот день, халел блок из Псамол, 117 Псамол. Нам, наверное, ответим. И мы, который нам помогли, люди такấn funnel эти слова. Им, сей день сотворил Господь позрадуемся и восвеселимся. Вот, у нас немножко не так, да? Сот день сотворил Господь нам и восвеселимся. Вот так. Но тем не менее, суть от нас, сей день сотворил Господь voluntad для нас, для нашей радостки возрадуемся и восвеселимся. Дух Святой через апостола Павла говорит нам, настойчиво говорит, что Бог воскресил из мертвых, Аминь, из мертвых Иисуса Христа Господа нашего, который предан был за грехи наши и воскрес для оправдания нашего, умер за грехи, чтобы простить ваши все грехи, и воскрес, чтобы вы были оправданы, приняты, любимы Богом. Вот в то разу это, вот как-то, знаете, оно можно услышать, оно можно так вот пролететь, просвозить мимо, и все, оно должно задержаться у вас в сердце, в вашей душе. Ведь все мы иногда оказываемся вот в таких критических ситуациях, что выхода нет, и кажется, все, кошмар, ужас, как пел безбожник Висоцкий, да, остается одно, только лечь. Померяйте. Но мы знаем, вот, выход, Христос умер за все грехи наши и воскрес для нашего оправдания. И также Дух Святой учит, чтобы мы точно знали, смотрим, зная, точно знали, не догадывались, не предполагали, не мечтали, а знали, а знали, что воскресивший Господа Иисуса, воскресит через Иисуса и нас, и поставит перед собой. Аминь. Это да. Смерти нет. Нет смерти. Не надо печаль. Да, грусть печаль, конечно, расставание со стороны и близкими, но это временно. Это временно. Не надо, не надо, пока не надо. Сегодня все верующие, все дети Божьи могут громко, осознанно, радостно воскликнуть с апостолом Павлом. Вот эти слова. Поглощена смерть победы. Смерть. Где твои жалобы? Ад. Где твои? Нет. Все, побеждена. И как? Благодарение Богу. Это благодарение Всевышнему, который даровал нам победу Господу нашим, Иисусом Христом. И вы знаете, можно это прочитать, но это не человеческие слова. Это не измышления людские, но слова Божьи, имеющие силы и обращенные в самое сердце любого человека, любого человека, проникающие насквозь. Смерти нет, смерть повращена. Потому что как бы там ни было, как бы люди не хорохорились, как бы они тут прекрасно не жили, каких бы врачей бы они не имели, какие бы средства для того, чтобы излечиться от какой-то болезни, они все боятся смерти. Потому что для них это мрак, это темнота, и это неизвестность. Мы же знаем, что вот эти слова, чтобы мы знали, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Него и нас, и поставит перед собой. Воскресение Господа – это основа, это фундамент всей нашей христианской веры. Основа, фундамент. И если Христос не воскрес, как вот Павел пишет, то и проповедь Моя отщитна, и вера Ваша отщитна, вы еще во Евангелие. Если Христос не воскрес, то вы еще грешники, и идите в вас спокойно. Слава нашему Богу за то, что Он искупил вас воскресением Всего Своего. Вы только представьте себе, что ложась спать, ну, допустим, сегодня, вы вдруг узнаете из каких-то достоверных источников СМИ, у нас же везде вещали, что солнце, светило наше, великая внезапно, никогда более нет зайти. Станет холодно, темно, погибнет все живое, как животные, цветы, деревья, мрут, в чем кромешный мрак и маню. Потому что без солнца, как вы знаете, в жизни нет, без него. Но слава Богу, солнце каждый день сходит и будет восходить. восходить. Его лучи дарят нам свет и тепло. И каждый вечер мы становимся свидетелями как бы его смерти, заката нашего свидетельства. А каждое утро очевидцем его воскресенье, его восходят. И вместе с восходом солнца каждый день воскресает и наша надежда, что однажды вот эта долгая, мрачная ночь, ночь греха и тьмы этого мира сменится вечным сиянием небесного дня. Аминь. Есть такая надежда? Да. Я, правда, не спержен, но попытался так образно вам нарисовать. И еще, вы знаете, еще неотвратимее, еще мощнее, чем восход солнца утром нас ожидает воскресенье за Христом. Он умер за наши грехи. Он умер мученической смертью. Его поглотил в мрак смерти. Его безжизненное тело положили в могилу, привалили многотонным камнем. Но, но, он воскрес. Ничто не могло удержать нашего Господа в могиле. Его воскресенье, залог и нашего воскресенья, нашей жизни вечной, нашей жизни после смерти. В его присутствии, в его славе, в его блаженстве, в два веки и веки. Аминь. Как написал Павел в первом послании Христаллигийской церкви, 4-й глава, 14-й стих. Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то умерших вы Иисусе Бог приведет с ним. Аминь. И далее он пишет, чтобы вы не подумали, что это Павел, так вы можете... Ибо сие говорим вам Словом Господнем. То есть, Сам Бог проговаривает ваше сердце. Что мы веруем, что Иисус умер и воскрес. Мы знаем об этом. И умерший в Иисусе Бог приведет с ним. И, дорогие возлюбленные братья и сестры, самое изощренное, я бы сказал, такая ядовитая ложь сатаны в том, что наша жизнь как бы подобна огоньку свечи. Она как трепетна, так незадежна. Вроде бы светит, но стоит думать, затушить пламя, как все погружается сразу во тьму и не потеешь. И то, что с последними нашим вздохом мы исчезаем навечно, будто нас никогда и не было. Утверждение, что личность человека исчезает навсегда с концом этой земной жизни, самая страшная, самая изощренная, самая коварная ложь сатаны. Если ее принять, если в нее погрузиться, то это поражение и победа смерти. Это победа смерти. Все. Выгод ручения, смерть всаскивается. Но христиане могут радоваться, могут льдовать. В нашей жизни отнюдь не огонек свечки, которую смерть легко может забыть. Потому что, потому что мы знаем, вот Павел написал Тимофею, спасшего нас и призвавшего званием святых, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление. Аминь. Разрушил смерть и явившего жизнь и нетление. Он лишил, как написано в Еврее, имеющего державу смерти, то есть дьявола. Лишил сил. Иисус Христос есть Сам. Воскресение и жизнь. Аминь. Почему этот день, который мы приходим к Богу, называется Воскресенье. Потому что Воскресенье. Воскресенье Иисуса Христос. Каждый выходной день напоминает нам о жизни вечной. О том, что Иисус Воскрес. Воскресенье. И мы Воскресному получим новые пославленные тела. Ну и без болезней, без всяких холода, голода и тому подобное. И будем, как писал пророк Даниил, сиять, как звезды навеки, навсегда. Так что, слава Богу, мы не свечки, мы звезды. Аминь. Обычно в этот день все Христосуются, забзаются, обнимаются и приветствуются, провозглашают. Христос Воскрес! И отвечают в Боге и здорово. Точно? Но мало кто, вот я знаю, нарусил, нарусил, да я сам таким миф, как какую-то сказку. Так давайте разберемся, что же произошло, как сестра сказала, невозможно без слова Божьего. Что же все-таки произошло в том утра 2000 лет назад. Вот Иван Гмедмарко, давайте прочитаем. Последняя, 16 глава начинается такими словами. По прошествии в субботу Мария Магдалина, Мария Яковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходя ко гробу при восходе солнца и говорят между собой, идут и говорят «Кто отвалит нам камень отвери гробу? Препятствия же, у нас же проблемы». И взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И войдя в гроб увидели юношу, сидящего по правой стороне, облеченного в белую одежду и ужаснулись. Он же говорит им, не ужасайтесь, не бойтесь. Иисуса ищите на заряне, распятого. Он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен. «Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее, там его увидите», как он и сказал вам. И вы, и побежали от гроба и объял трепет и ужас и никому ничего не сказали, потому что боялись. Воскреснув в рану, первый день недели, Иисус явился сперва Марии Моздолину, из которой изгнал семь бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, то есть ученикам его, плачущим и рыдающим. Но они услышали, что он жил, и она видела его, что не поверили. После того явился в ином образе, в ином образе, двум из них, двум ученикам, идущим по дороге, когда они шли в селение, и те, возвратившись, возвестили прочим, радостные такие, но и им что? Не поверят. Но и им не поверят. Наконец явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили. Аминь. Вот что произошло. Понимаете, мы люди. Люди есть люди, всегда люди, и и вот они видели, и слышали, и не верили. И как не верили тогда, так не верили и сейчас. И некоторые даже начинают мудрствовать на эту тему, начинают спорить, когда и кому легче было поверить, тогда или сейчас. Одно вам скажу точно. Мы блаженнее. Потому что так сказал Иисус, да? Блаженную не видевшую, но не видевшую. Так как мы имеем веру, которая драгоценнее зол, и не видя Иисуса Христа своими плотскими очами, но любя Его и веруя, как написал Петр, которого не видел, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него радуйтесь радостью неизлеченной и прислаблой. Аминь. Вот так вот, вот как так можно, не видя, но веруя в Него радуйтесь радостью неизлеченной и прислаблой. Те страшные дни, конечно, распятия, как мы сейчас называем ее страстная неделя, дни распятия и смерти Господа, конечно, сильно подорвали, поколебали веру учеников. Даже можно сказать, что почти уничтожили ее. Но на третий день, на третий день после распятия произошло нечто. И это нечто вселило веру в сердца испуганных, дрожащих учеников. что это было? Это было явление воскресшего христа. И кому первому, как мы читали сейчас, кому первому явился Иисус? Мария Магдалина, из которой Он изгнал всех бесов. Ну, мы бы, понимаете, с таким бы человеком, как Мария Магдалина, мы бы даже и близко не подходили. Ну, Он к ней первой явился. Почему? Потому что она очень любила Иисуса. Она страдала. Она искала Его всей душой. Она ходила, поэтому не хотела видеть Его. И вот это искреннее, страстное желание Иисуса, просто не мог оставить без внимания. Вы услышите, если вы страстно желаете Его увидеть и нет с Ним общения, Он обязательно отыкнет со мной. Он не оставит без внимания. Потому Мария и стала первой Его нелисткой. Правда, о которой тоже не поверили. Да, это мы не поверили. И вот во втором стихе мы читаем от трех женщин. которые весьма рано пошли. Их называют мироносицами. То есть они несли мира для помазания Иисуса. И все евангелисты отметили, что гробу они пошли весьма рано при восходе солнца. Что побудило их так поступить? этого не задумывались. Ведь к покойнику идти можно в любой время. И посреди дня, и к вечеру. Правда, да? Ну, зачем? Весьма рада идти. движущей силой была их любовь. Он был для них учитель. Он был для них друг. Он был для них благодетелем. Он был Господом. поэтому смерть его была, конечно, для них великой болью и выразимой утратой. Хотя Господь все-таки всем говорил заблаговременно говорил о своей смерти и даже учил, что ему предстоит много пострадать и быть убитым и в третий день воскресного. Вот говорил он таким, да? Но это не доходило до их сознания. Не осаживалось там. Они не до конца понимали. как пролетало ему уже. Ко всем, конечно, знавшим Иисуса с Его смертью пришли печаль, уныние, отчаяние. Были похоронены заживо так сказать и вера их и надежда. Но осталась любовь. Осталась любовь. Любовь. И то, что вот эти женщины отправились весьма рано в руку Спасителя, доказывает как раз их искреннюю, преданную любовь к ним. Их посвященность. Они не искали себе наград, они не искали похвалы, но тем не менее о них знают, их чтут и о них помнят все верующие, читающие Новый Завет. Аминь. Как и о той женщине, которая помазала миром на погребение. Да? Да. Все знают. И эти женщины тоже боялись, что придется им столкнуться с трудностями, как вы видите по тексту. А кто отвалит нам камень? Эти трудности были. И стража, угроба, они могли их прогнать. И большой вот этот камень, закрывающий ход. Они шли, переживали. И ошибка извечная, очень распространенная, с которой мы сталкиваемся постоянно. Почему? Да потому, что не уповаем на всемогущество, а надеемся на свои силы. Как мы поступим? Мы идем и видим проблему. И решаем ее с кубатурой вот здесь. Как мы ее будем решать? хотя и верим, понимаете, но зачастую забываем обращаться к нему за помощью. Но похвалу вот этим женщинам и примерно нам можно отметить, что они не повернули назад, не испугались препятствий и трудностей. и что мы можем извлечь из этого? Какой вывод? Что Бог нас ищет вот таких верных, таких готовых к исполнению трудных для Него и святых дел. Даже если впереди ждут какие-то препятствия, завалы из больших камней, но наш Бог Всевогуще. И когда Он видит намерение сердец наших истинных грей, то в арсенале у Него вы можете не беспокоиться, имеются всевозможные земные и непесные силы, которые Он готов послать нам на помощь. Аминь. У Него есть все, чтобы нам помочь преодолеть любые трудности. Аспользит Он убрать пути нашего любые преграды, любые заново и счастья. И вот пример. Придя женщины не надо далеко ходить, сегодняшний текст, придя женщины видят, что камень что? Отвалю. Кто его там убрал? Прямо как специально талантом? И страшен нет. А войдя в группу они видят молодого симпатичного сияющих одежда человеку и в них состоялся разговар с Ангелом. И так как этот разговар имел очень важное значение для всего. Им должно было хорошо его запомнить. и поэтому Ангел сначала успокоил их. Когда они пришли в ужас, испугались, он говорит, не ужасайтесь, не бойтесь. И тут же говорит, называет имя Иисуса Назарянина, вспомнил, что он был распят. Зачем? Ну, наверное, для того, чтобы никто из них не подумал, что речь идет о каком-то другом, или что они не туда попали, не в тот гроб вошли. На всякий случай. И только после этого прозвучала победоносная, триумфальная. Его здесь нет. Он воскрес. Аминь. Это действительно наше место. Это действительно триумфальная место. И не только для учеников, но и для всего человечества. прозвучало. Страстную пятницу, которую мы пережили на этой неделе, у креста многие все-таки надеялись и ожидали чуда. Я сам, когда был еще только на пути к вере, я не понимал, как это так? Бога распяли. Вот такое будет. и тоже ожидал, что вот-вот вдруг Господь должен был сойти и разогнать эту всю злую толпу и наказать и умертвить своих палачей. Ну так же это справедливо. что? Сильно. Ну что-то не произошло. Пришла смерть, поступила смерть. И казалось, что Бог, отец, всемовущий Бог, забыл о Сыне. Бросил его, не помог, оставил. Но в ранние утренние часы первого дня недели, то есть воскресенье, как мы его сейчас называем, Бог иду еще больше чего. Он воскресенье мертвый просто. Воскресенье. И это воскресенье победа смертью и ада. И мы вспоминали, смерть. Где твое жало? А где твое победа? Вероятнее сего в тот ранний час мироносицы не сразу поняли, что означало он воскрес. Это у нас сейчас уже на языке, как само собой. Христос воскрес, и и все. Даже не задумываются. Когда спрашивают, так воскрес, это он значит жил, а на меня смотрят такими полтинниками. И иногда чешут репу заднюю. Воскрес, они увидели пустую гробу, услышали слова ангела, но значение они не поняли. Уразумели позже. И так в восьмом стихе говорится, побежали от гроба. Они побежали. И объяв трепет и ужас. И никому ничего не сказали, потому что боец, ориарх. Да? Но когда испуг прошел, как написал уже Матфей, они со страхом и радостью великой побежали и возвестили ученикам. они побежали с радостью великой возвестили. Первый вывод, какой они могли сделать из всего происшествия, был прост. И очень ясно. Учитель жив. Аминь. И уже вечером этого самого дня стало ясно, смерть Христа это не просто трагическое событие. Она входила в планы Бога. Это не трагическая ошибка, а эта смерть являлась целью, смыслом прихода Мессии на землю Спасителя. Основной частью служения Христа. Служение спасения в нашем. Ну вот мы вспоминали там про учеников, они вернулись из Имауса, но уже такие уверенные после встречи со Христом радостные, убежденные в том, что так надлежало было пострадать Христу и воскреснуть из ребенка. То есть они уже уверены в этом. Они говорят апостолам, так надлежало было, что мы верим в это. А затем вечером поздним вечером сам Спаситель явился и апостол и стал посреди них и сказал «Мир вам!» «Мир вам!» «Мир вам, братья сон!» «Мир вам!» Так вот, и теперь все верующие могут уметь живое, постоянное общение с воскресшим Господом Иисусом. И как написано это приглашение в Откровение, в последние книги Библии, все стою у двери и стучат. И кто услышит стучит что я творит мир, войду к нему и буду вечериться и он сам. Аминь. Это обращение не к миру, это обращение к нам, верующим. Он стучит в сердце, которое его знают. Да впустишь ты меня наконец-то. Ну впустишь ты, родной, ты говоришь, что я умер за тебя, ты говоришь, что я воскрес, ну так впусти же, дай мне общаться с тобой. Он всегда стоит в дверей нашего сердца и нежно стучит. И кто услышит отворит дверь, будет иметь это прекрасное задушевное общение с нашим спасителем. будет скушать с ним хлеб жизни и пить воду живу. Осыщаться. И этот замечательный праздник, который не хочется особо учить никого, наставлять, радоваться, веселиться, прославлять Господа, делиться этой удивительной, просто поразительной, я бы сказал, сногсшибательной вестью, Христос воскрес, Боистос спаситель жил, и что все верующие в это будут жить с ним вечно на небесах. Аминь. 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 Вы знаете, у нас были разные периоды в России, опять, я не могу не знать, почему мы здесь живем, были мрачные, тяжелые 90-е годы, и сейчас есть вид, потому что многие как искали, так и ищут Бога, у нас в России, так как страна все-таки православная, регулярно посещают храмы, часто постятся, мужественно выставивая многочасовые службы, но, как вот я из беседы и свидетельствую, я слышу, что облегчение, освобождение и радости почему-то не испытывают, не получают. Я даже знаю один такой, ну, мне рассказали о парне одном, он решил достигнуть Господа своими усилиями, и изможденный просто сорокадневным таким постом, голодным, с тремя куличами за пазухой, после первого возрастом Христос воскрес, быстренько их скушал. Но удовлетворения и радости не получил. И только после того, как ему кто-то подсказал открытию Евангелия, и он стал читать, он понял, что дело не в освященных Пасхах, и яйцах, и в куличах, а в воскресшем Иисусе Христе, который и дает эту радость, свободу, наполнилась и целью жизни. Аминь. Аминь. Вот так бывает. Мы сами не достигнем Бога, мы не допрыгнем до Него. Только принимая Его мир, Его любовь и веру к Нему, Он дадут. Потому что Пасха наша, Христос, заданный за нас. Аминь. Вот она Пасха. Не куличи и не яйца, и не 100 грамм. Ну, разговец. Вот. Пасха наша, Христос. И Господь, вы знаете, подтвердил еще раз эту свою милость, Он по воскресенью своему являлся многим. И все по-разному. Вот еще один текст. Из первого послания Коринфской церкви, показываем там в воскресенье. Это такая пятнадцатая глава. Что Он явился Кифе, то есть Петру. Кифа это Киф. Потом двенадцать, не всем. Потом явился более нежели пятистан братьев, пятьсот персонал. Это же, ну не может быть помутнение разума у пятисот людей сразу. Одновременно. В одно время. Из которых большая часть даны не в живых, ну это в то время, конечно, было, а некоторые и почили. Потом явился Яков, так же всем апостолам. А после всех явился и мне, как некой из рода. Иисус приходит ко всем, кто этого хочет. Кто об этом просит Его. Ведь Он сказал, просите, ищите Меня, и найдете. Аминь. Он приходит ко всем, кто этого хочет. Но Христа нельзя, я вас прошу, умоляю, услышьте это. Нельзя увидеть чужими глазами. Нельзя увидеть глазами другого человека. Глазами Марии. Или Петра. Или Пастора. Или Папы Римского. Нельзя. Только своим. Если вы попросите Его от всего сердца. Такие простые слова. Иисус, приди в мою жизнь. Я прошу, я молю тебя, будь моим Господом. Будь моим спасителем. Я жду тебя. И Он обязательно. Я. Он обязательно придет. И откроются ваши глазки. Откроются, я вам говорю. Как вот у тех учеников, идущих в Мау. Идут целых битые полтора часа. Иисус с ними, беседую с ними. Они Его не видят. А потом открылись у них глазки. Иисус с ними. И вы усредили. И возврат. Многие после такой молитвенной просьбы. Именно такой простой молитвы. Начинают понимать, что оказывается, что всю жизнь были слепы. Безнечие. И только вот теперь глазки их открылись. И жизнь их изменяется. Поэтому сегодня в этом пасхане праздник. Я тоже молю Господу, чтобы Он открылся, явился каждому из вас здесь присутствующему. И чтобы вы унесли домой в своем сердце радость. Его присутствие. И вот чудесную, просто укрепляющую мысль вот эту, что Иисус живет. Что Он для меня воскрес. Что Он меня любит. Что Он со мной будет всегда. Потому что Он мой Бог, мой Господь, мой Спаситель. И Ему вся слава и хвала. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Аминь. Христос воскрес. Пусть все уста сольются в радостном хвалении. Выходите, будем славить. Что вы сидите, как эти? Сидите в домах. Христос воскрес. Пусть все уста сольются в радостном хвалении. Прославим Господа Христа. До смерти Его и возбуждение. Аминь. Аминь. Христос воскрес. Поиск.